Личная ответственность за своё здоровье Существует только одна доказанная диета, употребление которой может повернуть вспять болезни сердца у большинства больных. Диета, сосредоточенная на цельных растительных продуктах. Так что в тот момент, когда кто-то пытается продать вам какую-то новую диету, сделайте мне одолжение, задайте им один простой вопрос. Было ли доказано улучшение при болезнях сердца? Вы знаете причину номер один, из-за которой вы и все ваши близкие умрут. Если ответ нет, то зачем вам даже рассматривать такую диету? Уже доказано, что только одна диета способна сделать это. Это не избирательный подход, есть только одна вишенка. На самом деле, если все растительные диеты могут обратить вспять убийцу мужчин и женщин номер один, не следует ли придерживаться обычной диетой до тех пор, пока не доказано обратное? И тот факт, что эта диета также может быть эффективна для предотвращения, остановки и даже обращения вспять других ведущих убийц, таких как сахарный диабет второго типа и артериальная гипертензия, казалось бы, делает растительную диету вне конкуренции. Так почему же большинство врачей не прописывают ее? Как может быть такой разрыв между наукой и основной медицинской практикой? Давайте вспомним о том, что потребовалось 25 лет перед первым докладом главного врача о негативном воздействии курения. На это потребовалось более 7 тысяч исследований, а также бесчисленное количество курильщиков умерло до того, как власти официально признали связь. Вы можете подумать, что после первых 6 тысяч исследований они могли бы дать людям какое-то предостережение или что-то подобное. Мощная индустрия, не так ли? На самом деле, даже после того, как доклад главного врача вышел, медицинское сообщество все еще медлило. Американская медицинская ассоциация фактически отказывалась одобрить доклад главного врача. Почему? Может быть, потому что им только что был вручен чек на 10 миллионов долларов от табачной промышленности? Может быть. Итак, мы знаем, почему АМА может подлизываться к табачной промышленности. Но почему не было частных мнений врачей? Были несколько доблестных людей своего времени, как есть и сегодня, стоящих против промышленности, убивающей миллионы. Но почему их было так мало? Может быть, это потому, что большинство врачей сами курили сигареты, так же, как большинство врачей сегодня продолжают употреблять в пищу продукты, которые вносят свой вклад в нашу эпидемию пищевых заболеваний. Что послужило тогда лозунгом для Американской медицинской ассоциации «Все можно в умеренных количествах». Обширные научные исследования доказали, что курение в умеренных количествах – о, это здорово, звучит знакомо. Потребление продуктов из животного происхождения и обработанные пищевые продукты могут вызывать по меньшей мере 14 миллионов случаев смерти во всем мире каждый год. 14 миллионов умерших людей. Те из нас, кто участвуют в этой революции питания, основанные на доказательной базе, являются частью движения с 14 миллионами человеческими жизнью на балансе каждый год. Растительная диета в настоящее время можно считать эквивалентом отказа от курения. Сколько еще людей должны умереть до того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний США призовет людей не ждать операции на открытом сердце, а начать питаться здоровой пищей. До тех пор, пока не изменится система, мы должны взять на себя личную ответственность за свое здоровье, здоровье нашей семьи. Мы не можем ждать, пока общество снова догонит науку, потому что это вопрос жизни и смерти. В прошлом году доктор Ким Уильям стал президентом Американского колледжа кардиологии. Ему был задан вопрос во время интервью. Почему он следует своему собственному совету, употребляя растительную диету? «Я не против смерти», — ответил доктор Уильям. «Я просто не хочу, чтобы это была моя вина». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok